Продолжение следует... Из них трех подряд идущих чисел, B квадрат минус АС делилось бы на 11. Ну а чисел, чтобы было 10 штук. Это были бы все числа от 1 до 10. Обратите внимание, 36 минус 10 это 26 делится. 100 минус 48 это 52, на 13 делится. То есть здесь делимость на 13. Такой разности. Квадрат любого числа, скажите, 81 минус 16. Это будет 65, на 13 делится. Оказывается, очень простой способ решения. Я вычитываю 1, пишу 2, 4, 8, 16, то же самое, что 5. 5 умножить на 2 это 10. 10 умножить на 2, 20, то есть 9. 9 умножить на 2, 18, то есть 7. 7 умножить на 2, 14, то есть 3. 3 умножить на 2, 6. 6 умножить на 2, прекрасно. И, разумеется, если у вас подряд стоят какие-то числа, 2 в степени к минус 1, 2 в степени к, 2 в степени к плюс 1, то вот это в квадрате равно прежде нибудь. Ну, соответственно, если заменяете на остатки, то будет делимость на 11. Так вот, теорема Гаусса о существовании первообразных корней по простому модулю утверждает, что так можно сделать не только для чисел 11 и 13, но для любого простого числа П. Между прочим, интересный вопрос, а для какого составного числа это нужно сделать? Правда, для составного числа сразу возникает проблема. Если у вас есть какие-то числа невзаимопростые, то сразу все поломается. Поэтому имеет смысл ставить задачу так. Будем выписывать не все н-1 чисел, а только взаимопростые. Все числа от одного днем взаимопростые с н. При каких н такая конструкция существует? На самом деле мы довольно скоро получим четкий ответ. Он окажется довольно симпатичным. Оказывается, для степеней простых чисел, вдруг не двойки, существует. Даже для двойных степеней нечетных простых чисел существует. Но это была такая иллюстрация к тому, что такое вообще в принципе теорема Гаусса на полном образном корне. Еще одна иллюстрация. Смотрите. Возьмем какое-нибудь число 1 и 1. И нарисуем то, что называется таблицу умножения. То есть, перемножая числа, берем остаток от деления на 5. 9 дает остаток от 4, 12 дает остаток от 2, и тут осталось 4, 3, 2, и здесь 1. Вот так выглядит таблицу умножения. Если взять число побольше, простое, то вы обнаружите, что выглядит она довольно устрашающе. И закономерность в общем не очень ледна. Но давайте для числа 11, которое мы с вами уже попробовали, напишем таблицу умножения в следующем образе. Не 1, 2, 3, а 1, 2, 4, 8, 16, то есть 5, 10, 20, то есть 9, да? Все, как мы видим, как мы видим, 9 на 2, 18, то есть 7, 7 на 2, 14, то есть 3, 3 на 2, 6. И здесь, и здесь не так же. И, господа, вдруг обнаруживается, что таблица умножения стала чрезвычайно простой. Здесь у нас 7, здесь 3, здесь 6. 1, 1, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 4. Идея понятна? И здесь будет 5. Просто по диагонали пойдет пятерка. Я потратил силы, выписывая в хитром порядке здесь, но зато теперь я вообще могу не тратить силы на то, чтобы... Ну, это так же, как логарифм, да? Один раз составив таблицу логарифмов, вы после этого довольно быстро делаете умножение деления. И так далее. Таким диагоналом. А почему? 9 что надо написать? Что? Что? Девятка? Когда есть девятка, посмотрите, я его просто написал. 9, 9, 7, ну и так далее. Проверяйте. Смотрите, я нигде не считал. Я бы просто понимал, что будет так. Почему? Потому что, когда умножаешь 2 в степени х на 2 в степени х, то получается 2 в степени х плюс х. То есть, если у нас есть простое число b, то мультипликативная группа изоморфно-группе, вычитав по мутулю и по минус 1. То есть, теоремы каоса – первообразные корни. По-другому формулируется так. Таблицу умножения по мутулю п, ну всех мультипликативных элементов, да, у всех обратимых элементов, можно записать таким вот наиболее простым из возможных способов. Ну, проще, чем однопрожденная циклическая группа не бывает, а вот это есть. При этом важно понимать, что, конечно, двойка – это не единственный элемент, с которого можно было начинать. Смотрите, у нас есть числа взаимно простые с числом 10, а именно 2 в пи. Вот это и есть, вот этот способ, да. Бывает 2 в третьей, 2 в седьмой и 2 в девятой. Но 2 в девятой – это то же самое, что одно из пи. Так вот, можно было на это место написать восьмерку. Таблица изменилась, но ее вид сохранился бы. Можно было написать 2 в седьмой или можно было написать 2 в девятой. Уже хорошо, уже, наверное, надеюсь, стало понятнее. Двадцать девятой – следующее, какое, по-моему, было написать? Нет, все, у других нет. Чисел – секунду, секунду, все. Это единственные первообразные группы. Чисел от 1 до 10. Дело в том, что брать больше, чем 20, бессмысленно, 20, сравним с единицей, по-моему, для 11. Поэтому вот они есть 4 числа и все. Продолжение следует... 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 Почему онの 2 в 9? 2 в 9 – это 6. Потому что, смотрите, 2 в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вообще, они же по кругу. Здесь после шестерки по смыслу идет единица. И поэтому 2 в девятый то же самое, что 2 в минус 1. Если угодно, я могу сейчас переписать нашу таблицу, просто начав с шестерки. Это очень легко. Здесь будет 1, 6, 3, 7 и так далее. Да? Потому что вот это вот, это же 2 в минус 1, это 2 в минус 2, минус 3, минус 4, минус 5. Разве нет? Я не убедил. Девушка, пожалуйста, мне не жалко, но... 1, 6. Дело в том, что здесь надо брать остаток деления на 11. 36 деления на 11 дает остаток 3. Вот он. Умножаю на 6, 18 дает остаток 7. Вот он. Умножаю на 6. 42. 42 при делении на 11. 42 минус 33 дает остаток 9. То есть на самом деле я должен просто эти числа переписнить. 10, 5, что там еще бывает? 8, 4, 2. И тут еще раз. Вот. Ну и здесь, соответственно, 1, 6, 3, 7, 9. И произведение так же оно и будет. 3, 3, 3, 7, 7, 7. Честное слово. Идея понятна теперь? А в то, что 2 в кубе будет, вы верите или нет? 2 в кубе 8. 2 в кубе 8. Вот если я пойду на 8, то потом я пойду на 9, потом на 6, ну и так далее. Если у меня есть правильный десятиугольник, и я там хожу такой вот ломанный, то я пройду его весь. Разве нет? Такая любимая картинка. Рисуем. А после 6? Как после 6? Смотрите, я здесь пропускаю 2 числа и иду на 3. Вот отсюда пропускаю 2 числа, потом 4, потом будет 10, потом будет 3, потом будет 2, 5, 7. Понятно теперь? Ну всё, нравится без себя хренью буду. Продолжение следует. Продолжение следует...